Ветроэнергетика Именно поэтому мы постарались меньше привлекать внимание к этому форуму стороны разных представителей органов власти, давая возможность поговорить, давая возможность обсудить, давая возможность выработать предложения для руководства страны, для руководства округов, регионов, для экспертов. Череду событий международного масштаба еще на минувшей неделе начал форум «Японская весна на Волге». Об итогах отчиталась Екатерина Сморода. Четыре тематических дня. День японской экономики бизнеса, День молодежи, отдельный акцент мы делали в этом году, День культуры и День спорта. В общем и целом более 5000 человек было охвачено в этом году, но это были не только фестивальные и культурные мероприятия, но прежде всего в этом году была насыщенная деловая программа. Наряду с масштабными мероприятиями пройдет серия местных, но не менее важных культурных событий. Например, впервые в современной истории региона состоится Ульяновский полумарафон. В Сурском районе начнет работу девятый межрегиональный православный фестиваль. От событий вот-вот грядущих перешли к делам насущным. Сергей Морозов раскритиковал работу региональных операторов по срокам вывоза мусора. Глава региона отметил, что на днях лично прошелся по ульяновским дворам. С его слов, мало того, что мусор переполняет края контейнеров, так он далеко не первой свежести. Например, на улице Ватутина складывается ощущение, что мусор лежит чуть ли не зимних субботников. Я так дальше буду смотреть. Я сегодня обратил внимание о том, что как рекоператоры не наказывались, так и не наказываются за это. Как управляющие компании не наказывались, так и не наказываются. Как должностные лица администрации муниципалитетов не наказывались, так и не наказываются. Я требую от Федорова, требую от Смекалина ужесточить административную практику в отношении всех этих лиц. Серьезной критике подверглось и состояние общественного пространства в многих внутриквартальных и дворовых территорий. Когда шли пешком по внутриквартальным дорогам, обратили внимание на достаточно большое количество разбитых дорог. На очень некомфортное состояние тротуаров. Но то, что коллеги, я увидел в Ульяновске. Вот я вчера съездил, проспект Созидателей 74 посмотрел. Это же просто реально ужас. Это реально ужас. В связи с этим, как заявил глава региона, увеличится частота его внезапных визитов в тот или иной район. Буду внезапно, не информируя никого, проезжать дворы, проезжать общественные пространства, проезжать социальные или бюджетные учреждения. Где буду стараться беседовать с жителями, где буду обращать внимание о том, в каком состоянии находится территория, как работают с людьми. Еще одним щепетильным моментом стало выступление министра энергетики ЖКХ и городской среды. Александр Черепан взял слово, чтобы подвести итоги отопительного сезона. Нештатные ситуации, которые прошли на территории региона по отопительному сезону, не выше, а даже на 36 инцидентов ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. В то же время, вот на картинке, диаграмме 2, можно видеть, что самое максимальное количество инцидентов это по холодной воде и по электроэнергии. Однако до конца губернатор итоги не выслушал и прервал министра. Со слов Сергея Морозова, это не отчет, а самая настоящая отписка. Никакого анализа, начиная от организации самой презентации. Говорить мне о том, что подвели итоги с вашими заместителями или вашими помощниками, меня не интересует. Ваши помощники врут вам, а вы эту ложь с удовольствием жуете. А сейчас поедет к ним туда, так сказать, в районы и посмотрит, подвели итоги, вот реально подвели итоги отопительного сезона. Реально подводят итоги топливно-эркетического баланса. Реально, так сказать, там определили уже задачи на начало отопительного сезона, которые, так сказать, там и лично, так сказать, еженедельно проводят. Глубоко заблуждаюсь. Неприятные моменты сменились позитивными решениями. В этом году на поддержку народных инициатив направят 130 миллионов рублей. Это огромные деньги, которые, несомненно, дадут нам возможность чуть больше 50% всех инициатив финансово поддержать, организационно поддержать. А значит, дать возможность, чтобы люди увидели, как их мечта становится явью. В конце аппаратного совещания глава области просил представителей власти активнее проявлять себя в социальных сетях и лично отвечать каждому жителю региона, обратившемуся с просьбой или предложением. Ринат Алиулова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.